Вот, к примеру, есть этот указательный знак, указательный знак, к примеру, там 100 метров, к примеру, ну вот наша церковь называется МФС, первая миссионерская церковь, к примеру. То есть, пойдешь налево 100 метров и будет церковь, к примеру, вот это знак указательный, то есть, какая роль у вот этого указательного знака, роль какая? Чтобы понять, а, надо туда идти, то есть, чтобы пойти в церковь, надо туда пойти, то есть, вот это мы называем знак, да, знак. А если, к примеру, вы не обращаете внимания, о чем говорит знак, а говорите, ой, какой знак красивый, какой прекрасный, начинаете ему поклоняться. То есть, не иду налево, а говорю, ой, как красиво, как написано красиво, такое вообще, оформление красиво. То есть, ну, дурак, получается, глупец, глупец. И вот многие люди, они тоже вот так вот верят в Иисуса. То есть, Иисус, Он исцелял больных, потом чудеса делал. Что это все было? Это все были лишь знаки, знамения были. То есть, вот эти все вещи, исцеление, чудеса, это были знаки, что Иисус является Христом. Но это не было целью служения Иисусу. Это вы знаете, да? Две рыбки, пять хлебов накормил пять тысяч человек, да? Ну, люди, вот они следовали за Иисусом, почему, ничего себе, такое чудо сделало, да? Почему они за ним следовали? Чтобы покушать. И вот они даже хотели его сделать царем. Почему? Если вот такой человек станет царем, в нашей стране вообще никаких проблем не будет, физически, экономически проблем не будет. Ну, а сами подумали, такой человек, две рыбки, пять хлебов, пять тысяч накормил, а если он станет президентом, вообще у нас никаких проблем экономически не будет. Поэтому они хотели Иисуса сделать царем. А Иисус, Он убежал от них, в горы побежал. И все равно за ним побежали. И потом он уже сел в водку и уже уплыл. И хоть сел в водку и уплыл, все равно за ним шли. И в этом понял, что уже бежать бесполезно, уже пришел на берег и поднялся на гору и начал обмечать. И он говорит, я знаю, почему вы за мной следуете. Он говорит, не потому что вы видели чудеса, а потому что вы ели и пили. А если вы к Богу фёдикой бомбе, то Богу побежал. То есть им надо было увидеть саму суть, почему Иисус делает чудеса. А они не ради этого за ним следовали, а чтобы покушать, чтобы животное полное свое. Поэтому Иисус говорит, то что вы кушаете хлеб, вы опять будете голодны. Опять будете голодны. Кушайте голодны и вот так вы умрете потом. Он говорит, но надо вам небесный хлеб съесть. Вам необходимо пить воду, которая с неба. Если вы скушаете небесный хлеб и воду, никогда жаждать больше не будете, никогда не будете голодны. Вот так скажем. И не сказали, о, да, хотим, дай нам. Почему? Один раз скушал, вообще больше кушать не хочешь. Ну, классно. Поэтому говорят, дай нам опять. Потом Иисус говорит, ешьте мою плоть, пейте мою кровь. Он думает, что значит вообще есть твой плоть, что это значит? Потом смотрят, а он больше уже и кушать не дает, и пить не дает. И потом они все уже разошлись. Все ушли. И тогда Иисус он так говорит. Говорит, дух животворит. Плоть не приносит пользы никакой. Потому что в этом мире то, что там голодные, может быть недостаточной еды, вот это вообще не проблема. Почему? Потому что сколько бы ты ни кушал, много ни мало, все равно ты умрешь. Почему? То есть как бы вы там усердно не кушали, что бы ни делали, все равно время пройдет, все умирают. Поэтому еда это вообще не проблема. Это не настоящая проблема. Настоящая проблема это духовная проблема. То есть человеку нужна Божья жизнь, вот эта жизнь вечная человеку нужна. Я только что объяснял, что такое смерть? Да, плоть умирает, а дух ведь то не умирает, душа не умирает. То есть да, душа живет в теле, потом тело умирает, но все равно душа она потом переходит в другой мир. То есть душа она как бы переезжает потом. Либо живет в рай, либо живет. То есть человеку надо встретиться с Богом. То есть надо войти вот в это вечное Царство Божие. И вот этот путь, чтобы пойти к Богу в Царство Небесное только один, это Христос. Поэтому цель, почему пришел Иисус, покайтесь, ибо приблизило Царство Небесное. То есть для того, чтобы для человека восстановить Царство Небесное Иисус пришел на землю. Поэтому все вот эти чудеса, которые делал, это были только, это знаки были. То есть исцелял, проявлял силу, это все было знаки, знамения. Кто такой Иисус? То есть чудеса делает, силу управляет. Кто же такой Иисус? Кто Он такой? Вот этот Иисус, Он Христос. Это были знаки. То есть никто не может решить проблему духовную, поэтому Бог послал Христа на землю. То есть человек, он находится под властью сатаны, во грехе находится, к Богу прийти не может. Но чтобы привести человека к Богу, Он пришел на землю, к Христос. Поэтому Иоанна 20, 30, 31. Вот мы уже читали, да, с вами это? Значит, в книге Иоанна вы можете увидеть 7 чудес, которые Иисус сделал, 7 чудес. То есть, вот, но цель написания была, не это. То есть, вот, например, Кана Галилейска в свадьбе, из воды сделал вино. То это что-то чудо, правильно? Потом вот эти две рыбки, пять хлебов, пять тысяч людей накормил. Потом по воде ходил. Потом исцелил больного, который 30 лет болел. Потом спас, воскресил Лазаря. То есть, люди хотели такого Иисуса сделать царем. Настолько положено. То есть, вот эта все, вот, книга Иоанна, она говорит о чудесах, которые он сделал. Но цель, почему вот эти чудеса описаны, Иисус есть Христос, Он не Сын Бога Живого. Для того, чтобы вы в это поверили. Вот это цель. И как написано в 31 стихе, веруя так, имели жизнь во имя Его. Вот это цель. Поэтому все вот эти чудеса, это были лишь знамением. То есть, цель, почему вот этот знак сделан, чтобы люди туда пошли. Поэтому людям через чудеса надо было понять, кто такой Иисус. А люди были, люди удивились вот этим чудесам. Почему? Потому что они не понимали, что такое настоящая проблема, что такое духовный мир. Они этого не знали. Потому что они думали, проблема это вот только материальная, только физическая. Поэтому не могли понять Евангелие. То есть, если вы поймете духовное, только потом вы можете понять, что такое Евангелие. Вот завтра я буду объяснять, что такое духовная проблема. Осия 4.6 сказано, мой народ разрушен из-за недостатка бедения. Из-за какого знания? Иудеи, евреи, они же настолько умные. Из-за какого знания они были разрушены? Из-за духовного невежества они были разрушены. Не знали. В тот же время с вами вот этих духовных знаний у них не было. Поэтому люди разрушаются. Из-за духовных. И вот завтра я буду вам объяснять 7 духовных вещей относительно духовных знаний. Только когда вы поймете вот эти духовные знания, только тогда вы поймете Евангелие. Почему Бог с неба пришел, принял плоть и пришел на эту землю? Только тогда можете понять. А люди духовного не знают? Только проблемы воспринимают одно. Физическое, материальное, плоское. А мы ведь духовные творения. Для нас физическое это не проблема. Мы же не свиньи, правильно? Да. Вот свинья покушает хорошо, все счастливо. А когда свинья беспокоится? Когда голодная. Да, начинает хрюкать, надо насыпать едой. Да, потом накушается, уже не хрюкает, просто упадет и лежит, и спит. Потом опять проголодалась, опять начинает хрюкать. Опять надо еды насыпать. То есть для свиньи, да, проблема это еда, не проблема это когда еда есть. А человек, даже если он сыт, он не будет счастлив. То есть есть люди, которые хорошо кушают, но спать не могут. Почему? Беспокоясь много, переживания много. Почему так? Потому что человек не физическое творение существо. Он духовное существо. То есть даже если все есть, даже если хорошо живет, депрессия приходит, опустошенность приходит. И психические проблемы с ума сходят. Думает, хочет быть счастливым, начинает наркотики принимать, разные вещи. И даже хоть один раз попробовал наркотики, все равно недостаточно, поэтому опять пробует. И вот тоже алкоголики не раз пьют алкоголь. Постоянно пьют. То есть одна он так делает, чтобы люди сосредоточились только на физическом, и постоянно держит их, ведет к поражению. То есть человек, он духовное творение, поэтому ему надо решить духовную проблему, только тогда все решится в его жизни. Поэтому теперь вы же знаете 12 проблем, правильно? То есть вот эти 12 проблем, там есть первые три проблемы, их даже можно объединить в одну проблему. То есть Саддам он всех людей вот в эту ловушку, в эти рамки запихнул, и все, теперь люди как рабы. Ты, ты бог, сосредоточенность на себе, ты как бог. И живи только ради материального, ради физического, только тогда ты будешь счастлив, так обманывая тебя. Поэтому вот так вот всех людей схватил и ведет в свою сторону. А люди же не видят Сатану, духовную вещь, поэтому они не понимают этого. Поэтому Бог специально послал Христа, чтобы Сатану победить. Написано, семья жены поразит Сатану в голову. Вот надо понять Евангелие. Вот только что вот я рисовал, да, вот это, что есть вверху, а есть внизу. То есть Божий мир какой? Превосходящий, неограниченный, вечный. А этот мир какой? Материальный, физический мир. Да, у нас есть плоть, поэтому мы живем на земле. Но мы не плотские люди, не физические люди. А мы духовные люди. Поэтому Иисус говорит, Дух, Он животворит, а плоть никакой пользы не приносит. А люди вот этого не понимают. А вам необходимо понять. Если я стану духовным саммитом, тогда получится и учеба, и работа, и стану влиятельным в культуре. Все получится. Что Иисус говорит, что сказано в Библии? Если душа будет преуспевать, все остальное будет преуспевать. То есть если вы будете духовно преуспевать, остальное следует. Материальное, физическое. Поэтому в жизни человека приоритетом, номер один, должно стать духовное, а потом плотское. А у людей наоборот. Первое это плотское, физическое. То есть если духовное будет, физическое, оно потом следует. Приоритет, чтобы мой дух, моя душа преуспевали. Вот это номер один. Приоритет. 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 То есть вот это вам надо испытать. И вот все спали. Я один проснулся. Вот я специально всегда сплю один. Почему? Я рано встаю, я включаю свет, что-то делаю. Если буду с кем-то другим жить, ему тяжело будет. Будет неприятно. Поэтому я всегда сам жил. И вот я сегодня встал, читал молитвный дневник, потом читал Библию, потом размышлял. Потом занимался дыханием и молился. Бог дай мне пять сил, применял свою власть. И вот несколько часов это все заняло у меня. А потом что я делал? Я занимался спортом. Я занимался спортом. Я занимался спортом. То есть можно приседать. Несколько раз приседать. Потом отжимания. 300 раз делаю. То есть вот утром я приобретаю силу для духа, для души, мысли, упорядочиваю физическую силу. Я вот так вот постоянно делал. Вот у меня когда духовная сила есть, все остальное следует просто за мной. то есть у меня когда есть общение с Богом, тогда вот это самое лучшее. То есть через слово, через молитву я общаюсь с Богом. Я сосредоточусь на Бога. То есть я сосредоточусь на Бога. Ну вот сейчас подумайте будет духовное, физическое и все последует. Поэтому иметь духовное, вот это приоритет. Вот так надо поступать. Нам так надо жить. Мы когда счастливы? Мы только что хорошо кушали. Тогда счастливы? Я думаю, нет. Я много покушал, сейчас живот болит. Нет. Это несчастное. Да, хорошо покушали, это классно. Это несчастное. Самое настоящее счастье, когда я с Богом общаюсь. Держусь за слово, размышляю, молюсь, с Богом общаюсь. Вот это счастье. Вот это самое счастливое время. То есть, если у меня есть духовная сила, остальное, плоское, это все надо к нему так, его надо, иногда надо уступать, иногда надо что-то оставлять. То есть, надо не сосредоточиться на этом. То есть, вы вот обязательно делаете. То есть, вот вы когда рисуете путь спасения, размышляя над словом, держаться за слово, сосредоточьтесь на Боге. Вот если вы будете так постоянно делать, духовно вы станете саммитом, то есть, номер один, топ, на вершину. То есть, если я сам получаю духовную силу, остальное, это уже второстепенное. То есть, слова людей, проблемы, я уже этим не обманываюсь. Почему? У меня приоритет есть, духовная. А если я духовно потерпел поражение, тогда все остальное терпит поражение. Поэтому вам необходимо знать, кто такой человек, это духовное творение. То есть, завтра я закончу остальные лекции. На этом закончим. Я помолюсь и закончу. Бухатес, благодарю Тебя. Бухатес, спасибо Тебя за то, что мы можем передавать Тебе. Бухатес, сейчас по всему миру вне Тиванга, поэтому люди впали только в материальное, только в физическое. И мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал этих драгоценных верующих, чтобы Евангелие восстановить. Аспорт Богослови, чтобы в Армении повсеместно было движение этого Евангелия. Аспорт Богослови, чтобы для Армении решением духовной проблемы стала эта Евангелие. А также, Господь Богослови, чтобы все преуспевали духовно, чтобы душа преуспевала, и остальное все получалось. Аспорт Богослови, чтобы сначала эти драгоценные верующие, они осознали Евангелие, и они могли наслаждаться Евангелия. Аспорт Богослови, чтобы у них было свидетельство, что если будет Евангелие, все остальное дальше получается. А также, Бог, завтра остался один день. Богослови, чтобы завтра мы сосредоточились на Словом и получили огромную благодать, чтобы мы стали духовным саммитом. А также, Богослови, чтобы это было началом, когда мы имеем постоянство и постоянно находимся в этом. Также, Господь, Ты прими всю славу. И меня, Масуса Христа, молюсь. Амин.